В Кыргызстане был составлен трудовой договор, с условиями которого мигранты были согласны. По прибытию в Россию, кыргызстанцы, к своему удивлению, узнают, что обстоятельства кардинально поменялись. Когда мы прилетели, было очень холодно, не было никаких условий. Нам обещали 8-часовой рабочий день и говорилось, что мы все будем работать в Москве. Но встречающие по пролету сказали, что поделят нас на три группы и отправят в Москву, Санкт-Петербург и Поддольск. Мы не выдержали, сделали видеообращение. Через некоторое время приехали соотечественники из Москвы, купили нам еды, отвезли и уложили спать. Здравствуйте. Относительно той ситуации, которая сложилась вокруг наших граждан, которые попали в затруднительное положение. Мы связались с руководителем представительства госслужбы миграции Кыргызстана в России, мэром Беком Бейшеновым. По его словам, после того, как поступила информация о сложившейся ситуации, сотрудниками представительства совместно с сотрудниками диаспоральных организаций Кыргызстана в России, был решен вопрос размещения мигрантов и предоставления им питания. По данной ситуации, нашими представителями была проведена беседа, как я еще выше сказал, проведена беседа с работодателями, с представителем работодателя. Работодатель пошел на встречу и была достигнута договоренность, что все условия, которые необходимы и на которые располагают наши граждане, будут соблюдены. Сегодня трудовые договора будут заключены вновь, и по этим трудовым договорам наши граждане начнут трудовую деятельность. Сейчас. У вас есть эта информация? Также сегодня в информационно-консультационном центре Государственной службы миграции состоялось онлайн-совещание с участием представителей тех самых компаний, организующих трудоустройство мигрантов за рубежом – Кыргызской компании «Лаки Джоб» и российской «Матрикс». По словам помощника гендиректора российского офиса Максима Парфишина, на перелет и размещение мигрантов было потрачено более двух миллионов рублей, и с их стороны делается все возможное для создания максимально выгодных условий труда своим работникам. А что касается разночтений в условиях договоров, Парфишин отметил, что у людей, которые встречали мигрантов, не было компетенции разъяснять условия договора. Такие разъяснения им вправе должны были давать только руководящий состав нашей компании. Те люди, которые их встречали, они были некомпетентны на 100% это все сообщать. То бишь произошла такая вот точка соприкосновения, когда люди прилетели, и они начали сразу нам сообщать о том, что так, вот мы хотим работать там 8 часов в день, да, там, где наше проживание, где наше это, где наше то. Со стороны наших сотрудников было озвучено, ребят, сейчас нам сначала надо с вами всех собрать, а далее будем решать все вопросы. Но начинали озвучивать те условия, которые есть в общих наших площадках. Возможно, из-за этого и произошел весь этот сыр-бор. Представитель кыргызской компании Lucky Job отметил, что после составления трудового договора мигрантам сразу на руки выдавалась его копия. Мигрантам абсолютно все разъяснялось до подписания контракта в Кыргызстане. Абсолютно каждому после подписания контракта была вручена копия трудового договора. Ее давали всем. Думаю, что теперь этот инцидент будут расследовать специально уполномоченные для этого органы. В госслужбе миграции заверили, что у российской компании, из которой произошел инцидент, есть все необходимые разрешения на трудоустройство наших сограждан в России. Компании, занимающиеся трудоустройством, обязательно лицензируются и предоставляют регулярные отчеты по каждому трудоустроенному гражданину. В настоящее время ведется нами работа объективного рассмотрения данного случая. И в случае нарушения со стороны отправляющего агентства госслужбы миграции комиссии будет этот материал передан на рассмотрение комиссии. Отметим, что по данным миграционной службы около 100 частных компаний в стране сотрудничают с 18 странами и отправляют трудовых мигрантов на договорной основе. Например, в 2019 году 7,5 тысяч человек уехали на заработки за границу через частные компании, а в прошлом году из-за пандемии эта цифра упала до 200 человек.